Жан-Жак Руссо. Исповедь. Перевод с французского. Избранные сочинения в трех томах. Том 3. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1961 год. Часть первая. Книга первая. 1712-1728 годы. Я тебя и без кожи, и в коже я знаю. Часть стиха 30-го из сатиры 3-й древнеримского поэта Авла Персия Флакка. 34-64 годы н.э. Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы. И этим человеком буду я. Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною. Осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то, по крайней мере, не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь. Пусть трубный глаз страшного суда раздастся когда угодно. Я предстану предверховным судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу. Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил. И если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности, презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такую, какую ты видел ее сам, всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне. Пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола, в свою очередь с такой же искренностью, раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе, «Я был лучше этого человека». Эту фразу можно найти в письме Руссо к Мальзебру от 4 января 1762 года и в письме к Дюкло от 13 января 1765 года. Я родился в Женеве в 1712 году от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между пятнадцатью детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен. Отец Руссо был внуком и сыном часовщика, и сам стал часовщиком. Короткое время он был учителем танцев. Богаче была моя мать, дочь пастора Бернара. Руссо ошибается. Пастором был не родной его дед, а брат деда. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. Они полюбили друг друга чуть ли не со дня рождения. Детьми восьми-девяти лет они каждый вечер гуляли по трейлю. Площадь в Женеве, обсаженная каштанами. В десять лет они уже не могли расстаться. Чувство, порожденное привычкой, было укреплено в них симпатией, согласием душ. Оба от природы нежные и чувствительные, они ожидали только мгновения, когда им откроется их склонность друг к другу, или лучше сказать, это мгновение поджидало их, и каждый из них бросил свое сердце в раскрывшееся сердце другого. Судьба, которая, казалось, шла наперекор их страсти, только еще более разжигала ее. Влюбленный юноша, не имея возможности добиться своей возлюбленной, изнывал от горя. Она посоветовала ему отправиться в путешествие, чтобы забыть ее. Он странствовал напрасно и вернулся еще более влюбленным, чем раньше. Ту, которую он любил, он нашел нежной и верной. После этого испытания им оставалось только любить друг друга всю жизнь. Они поклялись в этом, и небо благословило их клятву. Габриэль Бернар, брат моей матери, влюбился в одну из сестер моего отца. Но та соглашалась выйти за него замуж только при том условии, чтобы брат ее женился на его сестре. Любовь уладила все, и обе свадьбы состоялись в один и тот же день. Таким образом, мой дядя оказался мужем моей тетки, и дети их приходились мне двоюродными братьями и сестрами вдвойне. В конце года у каждой четы родился ребенок. Потом им пришлось расстаться. Мой дядя Бернар был инженером. Он отправился служить в империю. И в Венгрии под начальством принца Евгения отличился при осаде Белграда и в сражении под его стенами. Имеется в виду так называемая Священная Римская империя Германской нации, то есть Австрия, находившаяся под властью династии Габсбургов. Венгрия в XVIII веке была владением Габсбургов. Евгений III, 1663-1736, принц Савойский, австрийский полководец, был главнокомандующим австрийской армии и штатгальтером, наместником Нидерландов. Отец после рождения моего единственного брата уехал в Константинополь, куда его пригласили, и сделался там часовщиком при Сирале. В его отсутствии красота моей матери, ее ум, ее таланты привлекли поклонников. Для скромного ее положения они были даже слишком блестящи, так как ее отец, священнослужитель, обожал ее и дал ей самые тщательные воспитания. Она рисовала, пела, аккомпанируя себя на теорбе, была довольно начитана и писала сносные стихи. Вот, например, что она сложила экспромтом во время отъезда брата и мужа, прогуливаясь со своей кузиной и двумя детьми, когда кто-то обратился к ней с замечанием об отсутствующих. Нам двое всех других милей, мы их зовем в свои объятия, любезней не сыскать друзей, они для нас мужья и братья, они отцы вон тех детей. Теорба — струнный музыкальный инструмент, вроде лютни. Самым ревностным из поклонников был господин де Клозюр, французский резидент. Верно, страсть его была сильна, если по прошествии тридцати лет я видел, что он растроган, говоря «со мною» о ней. Разговор Руссо с де Клозюром состоялся в июле 1737 года, следовательно, со дня смерти его матери прошло не тридцать, а двадцать пять лет. Руссо не всегда точен в датах. Моей матери защитой служила не только добродетель. Она нежно любила мужа. Она попросила его скорее вернуться. Он бросил все и вернулся. Я был печальным плодом этого возвращения. Я родился через десять месяцев слабой и хворой. Я стоил жизни моей матери. И мое рождение было первым из моих несчастий. Мне осталось неизвестным, как отец мой перенес эту потерю, но я знаю, что он остался безутешен. Он думал снова увидеть ее во мне, будучи не в силах забыть, что я отнял ее у него. Когда он целовал меня, то по его вздохам, по его судорожным объятиям, я чувствовал, что к его ласкам примешивается горькое сожаление, но от этого они становились еще нежней. Когда он говорил мне, — Жан-Жак, поговорим о твоей матери, — я отвечал ему, — значит, мы будем плакать, отец. И эти слова вызывали у него слезы. — Ах, — говорил он со стоном, — верни ее мне, утешь меня, заполни пустоту, которую она оставила в моей душе. Любил ли бы я тебя так сильно, будь ты только моим сыном? Через сорок лет после ее смерти он скончался. Исаак Руссо умер в Неоне 9 марта 1747 года, через 35 лет после Сюзанна Бернар, умершей 7 июля 1712 года. Умер на руках второй жены, но с именем первой на устах и с ее образом в сердце. Таковы были творцы моих дней. Из всех даров, которыми наделило их небо, они оставили мне только чувствительное сердце. Оно принесло им счастье и вызвало все несчастья моей жизни. Я родился почти умирающим. Было мало надежды на то, что удастся сохранить меня. Я нес в себе зародыш недуга, который усилили годы, и который теперь иногда дает мне передышку только за тем, чтобы заставить меня страдать еще более жестоко другим образом. Одна из сестер моего отца, добрая и умная девушка, своим заботливым уходом спасла меня. Тетку Руссо звали госпожа Гонсерю. С 1767 года Руссо стал выплачивать ей из своих средств ренту в 100 ливров и делал это постоянно, даже когда находился в очень стесненном положении. В настоящее время, когда я пишу эти строки, она еще жива и в 80 лет ухаживает за мужем, который моложе ее, но истощен пьянством. — Дорогая тетушка, я прощаю вас за то, что вы заставили меня жить, и скорблю о том, что в конце вашей жизни я не могу окружить вас такими же нежными заботами, какими вы осыпали меня в начале моей. Моя кормилица Жаклина тоже еще жива, здорова и крепка. Руки, открывшие мне глаза при рождении, закроют их после моей смерти. Чувствовать я начал, прежде чем мыслить. Это общий удел человечества. Я испытал его в большей мере, чем всякий другой. Не знаю, как я научился читать. Помню только свои первые чтения и то впечатление, которое они на меня производили. С этого времени тянется непрерывная нить моих воспоминаний. От моей матери остались романы. Мы с отцом стали читать их после ужина. Сначала речь шла о том, чтобы мне упражняться в чтении по занимательным книжкам. Но вскоре интерес стал таким живым, что мы читали по очереди без перерыва и проводили за этим занятием ночи напролет. Мы никогда не могли оставить книгу, не дочитав ее до конца. Иногда мой отец, услышав утренний щебет ласточек, говорил смущенно, идем спать. Я больше ребенок, чем ты. В короткое время при помощи такого опасного метода я не только с чрезвычайной легкостью научился читать и понимать прочитанное, но и приобрел исключительное для своего возраста знание страстей. У меня еще не было ни малейшего представления о вещах, а уже все чувства были мне знакомы. Я еще ничего не постиг и уже все перечувствовал. В парижской рукописи имеется добавление. И воображаемые страдания моих героев заставляли меня в детстве проливать слезы в оста раз больше, чем когда бы то ни было мои собственные страдания. Волнения, испытываемые мною одно за другим, не извращали разума, которого у меня еще не было. Но они образовали его на особый лад и дали мне о человеческой жизни понятия самые странные и романтические. Ни опыт, ни размышления никогда не могли, как следует, излечить меня от них. Романы кончились вместе с летом 1719 года. Следующей зимой пошло другое. Исчерпав библиотеку моей матери, мы прибегли к доставшейся нам части библиотеки ее отца. По счастью, там нашлись хорошие книги. Впрочем, иначе и быть не могло, потому что библиотека была составлена, правда, священником и даже ученым, что тогда было в моде, но человеком со вкусом и умом. История церкви и империи, Лесуэра, рассуждения о всемирной истории Босюэ, знаменитые люди Плутарха, история Венеции на Ни, метаморфозы Овидия, Лабрюер, миры Фонтенеля, его же «Диалоги мертвых» и несколько томов Мольера были перенесены в мастерскую моего отца, и я читал их ему каждый день, пока он работал. Лесуэр Жан — французский протестантский священник и историк церкви. Босюэ, Жак Бенинь — французский проповедник, писатель, идеолог абсолютизма. В рассуждении о всемирной истории, написанном для наследника французского престола, воспитателем которого Босюэ был назначен, он, как и в ряде других своих произведений, пытается доказать божественные права самодержца. Нани Джованни — историк и политический деятель Венецианской республики. Его труд, упоминаемый Руссо, называется «История Венеции» с 1613 по 1671 год. Лебрюер Жан де, французский писатель, в своем сочинении «Характеры» или «Моральные портреты» 1688 год, дал яркую картину нравов своего времени и едкую сатиру на правовое и имущественное неравенство. Фонтенель Бернар Лебовьеде — французский писатель, автор научно-популярного сочинения «Беседы о множественности миров» и «Диалогов мертвых», где он изображает великих людей древности, беседующими на разнообразные философские и моральные темы. Я получил к чтению редкое, а в моем возрасте, быть может, исключительное пристрастие. Любимым моим автором стал Плутарх. Удовольствие, которое я испытывал, постоянно перечитывая его, немного излечило меня от моей страсти к романам. Скоро я стал предпочитать Агасилая, Брута, Рестида, Орундату, Артамену и Юбе. Первые трое — реальные исторические лица древнего мира, фигурирующие в жизнеописаниях греческого историка Плутарха I в. до н.э., как патриоты и борцы за счастье Родины. Последние трое — герои легких, занимательных романов, принадлежащих великосветским французским писателям XVII в. госпоже Дескюдери и Кальпренеду. Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, тот неукротимый и гордый характер, нетерпящий ерма и рабства, который мучил меня в продолжении всей моей жизни, проявляясь в положениях, менее всего подходящих для этого. Беспрестанно занятый Римом и Афинами, живя как бы одной жизнью с их великими людьми, сам родившись гражданином республики и сыном отца, самую сильную страстью которого была любовь к родине, я пламенел ею по его примеру, воображал себя греком или римлянином, становился лицом, жизнеописание которого читал. Рассказы о проявлениях стойкости и бесстрашия захватывали меня, глаза мои сверкали, и голос мой звучал громко. Однажды, когда я рассказывал за столом историю Сцевалы, все перепугались, видя, как я подошел к жаровне и протянул над ней руку, чтобы воспроизвести его подвиг. Сцевала молодой римский патриот-республиканец, который во время осады Рима этрусками 507 год до н.э. проник в их стан, решив убить этрусского царя Порсенну. На допросе он сжег свою правую руку на костре, чтобы устрашить врага, показав ему образец римской стойкости. По легенде, Порсенна после этого снял осаду Рима и отказался от своего намерения восстановить власть свергнутого царя Тарквиния. В действительности, Рим был временно захвачен Порсенной. У меня был брат, старше меня на семь лет. Он обучался ремеслу отца. Чрезмерная любовь ко мне приводила к тому, что на него меньше обращали внимания, чего я совершенно не могу одобрить. Это пренебрежение сказалось на его воспитании. Он начал вести распутную жизнь, не достигнув еще возраста, когда можно стать настоящим распутником. Его устроили к другому хозяину, но он продолжал потихоньку исчезать, как это было и в отцовском доме. Я его почти не видел и, можно сказать, едва был с ним знаком. Тем не менее, я любил его нежно, и он меня любил, насколько может любить кого-нибудь такой повеса. Помню, как один раз, когда разгневанный отец беспощадно его наказывал, я стремительно бросился на выручку и крепко обнял брата. В парижской рукописи слово «наконец» зачеркнуто, и оно действительно не было. В конце концов, мой брат совсем сбился с пути, убежал из дому и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии. Он ни разу не написал. В XVIII веке одним из главных источников дохода мелких монархов, из которых состояла тогда Германия, была отдача своего войска в наем иностранным правительствам. С тех пор о нем не было никаких вестей. И вот каким образом я стал единственным сыном. Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то нельзя сказать того же обо мне. За детьми короля не могли бы ухаживать с большим усердием, чем ухаживали за мной в первые годы моей жизни, когда все окружающие обожали меня, и, что случается гораздо реже, обращались со мной как с ребенком любимым, но отнюдь небалуемым. Никогда, ни разу до моего ухода из родительского дома не позволили мне бегать по улице с другими детьми. Никогда не приходилось подавлять во мне или удовлетворять ни одной из тех вздорных причуд, в которых обвиняют природу, но которые порождают воспитание. У меня были недостатки моего возраста, я был болтун, лакомка, иногда лгун, я мог стащить фрукты, конфеты, снеть, но никогда мне не доставляло удовольствие делать зло, вред, огорчать окружающих, мучить бедных животных. Вспоминаю, однако, как я помочился однажды в кастрюлю одной из наших соседок, мадам Кло, в то время как она была на проповеди. Признаюсь даже, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня смех, потому что мадам Кло, женщина в сущности добрая, была все-таки самая ворчливая старуха, какую я только знал. Вот краткая и правдивая история всех моих детских проступков. Как мог бы я сделаться злым, имея перед глазами только примеры нежности и видя лучших людей на свете вокруг себя? Мой отец, моя тетка, моя кормилица, мои родственники, наши друзья, наши соседи, все окружавшие меня, по правде говоря, не потакали мне, но любили меня. И я тоже любил их. Для моих капризов было так мало поводов и так редко им давали отпор, что они и не приходили мне в голову. Могу поклясться, что до моего порабощения хозяину я не знал, что такое прихоть. Кроме того времени, когда я читал или писал возле отца и того, когда няня водила меня гулять, я был постоянно с тетей, глядел, как она вышивает, слушал, как она поет, сидя или стоя подлинью, и я был доволен. Ее веселость, ее нежность, ее приятное лицо оставили во мне такое сильное впечатление, что я и теперь вижу выражение ее лица, взгляд, фигуру, помню ее ласковые слова. Я мог бы описать, как она была одета и причесана, не забыв даже двух черных локонов на висках по моде того времени. Я уверен, что ей обязан я склонностью, или, вернее, страстью к музыке, страстью, вполне развившейся во мне только значительно позже. Она знала невероятное количество арий и песен и напевала их очень нежным голосом. Ясность души этой превосходной девушки отгоняла от нее и от всех, кто ее окружал, задумчивость и грусть. Прелесть ее пения была так сильна, что несколько ее песен навсегда остались у меня в памяти. А некоторые, совершенно забытые с самого детства, теперь, когда я потерял ее, по мере того, как я старею, возникают вновь с невыразимым очарованием. Кто сказал бы, что я, старый ворчун, с недаемой заботами и огорчениями, иной раз ловлю себя на том, что плачу, как ребенок, бормоча эти песенки голосом уже разбитым и дрожащим. Особенно ясно вспоминается мне мотив одной из песен, но половина слов упорно отказывается уступить усилиям моей памяти, хотя я смутно припоминаю рифмы. Вот начало и то, что я мог припомнить из остального. Я стараюсь постичь, в чем заключается для меня нежное очарование. Этой песни. Странно и непонятно, но я не в силах допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Сотни раз я собирался написать в Париж и попросить, чтобы отыскали остальные слова, если есть еще кто-нибудь, кто их помнит. Но я почти уверен, что удовольствие, которое я испытываю, вспоминая эту песню, отчасти поблекнет, если у меня будут доказательства, что и другие, кроме тети Сюзон, пели ее. Таковы были первые мои привязанности на пороге жизни. Так начало складываться и проявляться мое сердце. В одно и то же время такое гордое и такое нежное. Мой характер женственный, но тем не менее неукротимый, который всегда склонялся то к слабости, то к мужеству, то к мягкости, то к стойкости, до конца моей жизни ставил меня в противоречие с самим собой и приводил к тому, что воздержание и наслаждение, удовольствие и благоразумие одинаково ускользали от меня. Это воспитание было прервано случаем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. У моего отца произошло столкновение с неким господином Готье, французским капитаном, имевшим родственников среди членов совета. У этого Готье, человека наглого и подлого, пошла носом кровь, и он из мести обвинил моего отца, будто тот обнажил шпагу в пределах города. Отца хотели посадить в тюрьму, но он заупрямился, требуя, чтобы обвинитель, согласно закону, был заключен вместе с ним. Не добившись этого, он предпочел уехать из Женевы и на всю жизнь оставить родину, чем уступить в таком деле, в котором, как ему казалось, были затронуты его честь и свобода. Я остался под опекой моего дяди Бернара, служившего тогда в Женевской крепости. Старшая дочь его умерла, но у него был сын одних лет со мной. Обоих нас отдали в Боссе, на пансион к священнику Ламберсье, чтобы обучить там, наряду с латынью, всякой ненужной дребедени, присоединяемой к ней под названием «образование». Боссе деревня на границе Франции и Швейцарии в часе езды от Женевы Два года, проведенные в деревне, немного смягчили мою римскую суровость и вернули меня к детству. В Женеве, где меня ни к чему не принуждали, я любил занятия. Чтение было почти единственным моим развлечением. В Боссе работа заставила меня полюбить игры, служившие отдыхом от нее. Деревенская жизнь была так нова для меня, что я не уставал наслаждаться ею. Я почувствовал такое сильное расположение к ней, что оно уже никогда не могло угаснуть. Воспоминание о счастливых днях сельской жизни всегда заставляло меня жалеть об ее удовольствиях вплоть до того времени, когда я вернулся к ней. Господин Ламберсье был человек очень разумный. Не пренебрегая нашим образованием, он вместе с тем не обременял нас чрезмерными занятиями. Доказательством его умелого руководства служит то, что, несмотря на мою нелюбовь к принуждению, я никогда не вспоминал с отвращением о часах моих занятий. И если я усвоил у него не особенно много, то усвоенному научился без труда и ничего из этого не забыл. Простота этой сельской жизни принесла мне неоценимое благо, открыв мое сердце дружбе. До сих пор мне были знакомы только чувства возвышенные, но воображаемые. Привычка жить мирно бок о бок тесно связала меня с моим двоюродным братом Бернаром. Вскоре я стал питать к нему чувства более нежные, чем к своему брату, и сохранил их навсегда. Это был высокий мальчик, очень худой, очень хилый и настолько же добрый сердцем, насколько слабый телом. Он не слишком злоупотреблял предпочтениям, которые оказывали ему в доме, как сыну моего опекуна. Наши занятия, развлечения, вкусы были одни и те же. Мы были одиноки, одного возраста. Каждый из нас нуждался в товарищи. Разлучить нас значило бы в известном смысле нас уничтожить. Хотя у нас было мало поводов для доказательства взаимной привязанности, она достигала крайних пределов. И мы не только не могли прожить ни одной минуты врозь, но не представляли себе, что это когда-нибудь может случиться. Оба с характером, легко уступающим ласке, услужливые, когда нас не принуждали к этому, мы всегда были во всем согласны между собой. Если благодаря благосклонности к Бернару, наших воспитателей, он в их присутствии имел некоторые преимущества передо мной, то когда мы оставались одни, преимущество было на моей стороне, и равновесие восстанавливалось. Во время наших занятий, когда он запинался, я подсказывал ему. Когда моя задача была решена, я помогал решать ему. А в наших играх мой характер, более деятельный, всегда служил ему путеводителем. Словом, наши характеры так хорошо подходили друг к другу, и дружба, соединявшая нас, была так искренна, что в течение более пяти лет, которые мы прожили, почти не разлучаясь, как в Буссе, так и в Женеве, мы, признаюсь, хотя и часто дрались, но никогда нас не приходилось разнимать. Никогда наша ссора не продолжалась более четверти часа, и ни разу мы не пожаловались друг на друга. Совместная жизнь Руссо с его двоюродным братом продолжалась два с половиной года, с октября 1722 по апрель 1725 года. Подробности эти наивны, если угодно, но из них складывается образец отношений, быть может, единственный, с тех пор, как существуют дети. Образ жизни в Буссе так подходил для меня, что если бы он продлился дольше, то окончательно определил бы мой характер. Чувства нежные, благожелательные, мирные составляли его основу. Думаю, что никогда ни одно человеческое существо не было от природы менее тщеславно, чем я. Я поднимался порывами до возвышенных движений души, но тотчас же снова впадал в обычную вялость. Быть любимым всеми близкими было моим живейшим желанием. Я был кроток, мой двоюродный брат тоже. Наши воспитатели сами были такими же. За целые два года я не стал ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств. Все питало в моем сердце склонности, заложенные природой. Самой большой радостью для меня было видеть, что все довольны мной и всем вокруг. Я всегда буду помнить, что в храме, когда я запинался, отвечая по катехизису, ничто так не смущало меня, как признаки беспокойства и огорчения на лице мадемуазель Ламберсье. Одно это удручало меня больше, чем стыд публичного промаха, хотя и это до крайности волновало меня. И я могу здесь сказать, что ожидание выговора от мадемуазель Ламберсье тревожило меня гораздо меньше, чем боязнь огорчить ее. Однако она, как и ее брат, не упускала случая, когда это было необходимо, проявить строгость. Но строгость эта, почти всегда справедливая, никогда не переходила границ, и поэтому только огорчала, но не возмущала меня. Я больше боялся не угодить, чем понести за это кару, и признак неудовольствия был для меня тягостней телесного наказания. Мне неудобно высказаться яснее, однако нужно сделать это. Как поспешили бы изменить методу обращения с детьми, если бы лучше видели отдаленные последствия той методы, которую постоянно применяют без разбора и часто безрассудно? Великий урок, который можно извлечь из примера столь же обычного, сколь пагубного, вынуждает меня привести его. Так как мадемуазель Ламберсье любила нас как мать, она пользовалась и материнской властью, простирая ее до того, что подвергала нас порой, когда мы этого заслуживали, наказанию обычному для детей. Довольно долго она ограничивалась лишь угрозой, и эта угроза наказанием, для меня совершенно новым, казалась мне очень страшной. Но после того, как она была приведена в исполнение, я нашел, что само наказание не так ужасно, как ожидание его. И вот что самое странное. Это наказание заставило меня еще больше полюбить ту, которая подвергла меня ему. Понадобилась вся моя искренняя привязанность, вся моя природная мягкость, чтобы помешать мне искать случая снова пережить то же обращение с собой, заслужив его. Потому что я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни, снова испытать это от той же руки. Правда, к этому, несомненно, примешивалась некоторая доля преждевременно развившегося полового инстинкта, и то же наказание, полученное от ее брата, вовсе не показалось бы мне приятным. Впрочем, зная его характер, мне нечего было опасаться такой замены. И если я не старался заслужить наказание, то исключительно из боязни рассердить мадемуазель Ламберсье. Ибо так сильна надо мной власть доброжелательности, даже той, которая порождена чувственностью, что она всегда повелевала в моем сердце. Повторение, которое я отдалял, боясь его, произошло без моей вины, то есть помимо моей воли. И я им воспользовался, могу сказать, с чистой совестью. Но этот второй раз был и последним. Мадемуазель Ламберсье, несомненно, заметив по какому-то признаку, что это наказание не достигает цели, объявила, что она от него отказывается, так как оно слишком утомляет ее. До тех пор мы спали в ее комнате, а зимой иногда даже в ее постели. Через два дня нас перевели в другую комнату. И с тех пор я удостоился чести, без которой прекрасно обошелся бы. Она стала обращаться со мной, как с большим мальчиком. Кто бы мог подумать, что это наказание, которому подвергла восьмилетнего ребенка девушка тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь. И как раз в направлении обратном тому, что должно было произойти естественным путем. В то время как во мне зажглась чувственность, желания мои так изменились, что, ограничившись испытанным, я не стал искать ничего другого. Хотя чуть ли не с самого рождения кровь моя была полна чувственного огня, я сохранил себя чистым и незапятнанным до того возраста, когда развиваются самые холодные и самые медлительные темпераменты. Мучаясь долго, сам не зная отчего, я пожирал пламенным взглядом красивых женщин. Мое воображение беспрестанно напоминало их мне только для того, чтобы распорядиться ими по-своему и сделать их всех девицами ламберсье. Даже по достижении возмужалости этот странный вкус, по-прежнему упорный и доведенный до извращенности, до безумия, сохранил во мне благонравие, хотя, казалось бы, должен был лишить меня его. Если когда-нибудь воспитание было скромным и целомудренным, то именно такое воспитание я и получил. Три мои тетки отличались не только примерной рассудительностью, но и сдержанностью, давно уже не знакомой женщинам. Отец мой, охотник до наслаждений, но любезничавший по старой моде, никогда не заводил с женщинами, которых он любил, разговоров, способных заставить покраснеть девушку. И нигде уважение к детям не шло так далеко, как в моей семье. Не менее внимательным ко мне в этом отношении был и господин ламберсье. Одна очень хорошая служанка была выставлена им за дверь, за какое-то немного вольное слово, сказанное при нас. До своей юности я не только не имел ясного понятия о близости полов, но никогда смутное представление об этом не возникало у меня иначе, как в отталкивающем и противном виде. К публичным женщинам я чувствовал годливость, которая осталась во мне навсегда. Я не мог видеть развратника без чувства презрения, даже без ужаса. Мое омерзение достигло высшей степени. После того, как однажды, идя в Малый Саконе по выбитой в горах дороге, я заметил по обеим ее сторонам углубления в земле, в которых, как мне говорили, эти люди совершали свои совокупления. То, что я наблюдал у собак, тоже всегда приходило мне на ум, когда я думал об этом, но от одного этого воспоминания меня начинало тошнить. Эти предрассудки воспитания, сами по себе способные сдержать первые вспышки пылкого темперамента, как я сказал, получили поддержку в уклонении, которые вызвали у меня первые проявления чувственности. Рисуя в воображении лишь то, что перечувствовал, я, несмотря на кипение крови, причинявшее мне сильное беспокойство, мог устремлять свои желания только к известному мне виду сладострастия, никогда не доходя до другого, который мне сделался ненавистным и который был так близок к первому, хотя я об этом и не подозревал. В своих глупых фантазиях, в своих эротических иступлениях я прибегал к воображаемой помощи другого пола, не подозревая, что он пригоден к иному обращению, чем то, к которому я пламенно стремился. И это так, что меня опять спасло то самое, что должно было бы погубить. Моя прежняя детская склонность, вместо того, чтобы исчезнуть, до такой степени соединилась с другой, что я никогда не мог отделить ее от желаний, зажженных чувственностью. И это безумие, в сочетании с моей природной робостью, делало меня всегда очень непредприимчивым с женщинами. У меня не было смелости все сказать или возможности все сделать, ибо тот род наслаждения, по отношению к которому другое было для меня лишь последним пределом, не мог быть самостоятельно осуществлен тем, кто его желал. Не отгадан той, которая могла его доставить. Всю жизнь я вожделел и безмолвствовал перед женщинами, которых больше всего любил. Никогда не смея признаться в своей склонности, я, по крайней мере, тешил себя отношениями, сохранившими хотя бы представление о ней. Быть у ног надменной возлюбленной, повиноваться ее приказаниям, иметь повод просить у нее прощения, все это доставляло мне очень нежные радости. И чем больше мое живое воображение воспламеняла мне кровь, тем больше я походил на охваченного страстью любовника. Понятно, что этот способ ухаживания не ведет к особенно быстрым успехам и не слишком опасен для добродетели тех, кто является их предметом. Таким образом, я очень мало обладал, но это не мешало мне наслаждаться по-своему, то есть в воображении. Вот каким образом мои чувственные стремления, в согласии с моим робким характером и романтическим складом ума, сохранили в чистоте мои чувства и мою нравственность. Но те же самые наклонности, возможно, погрузили бы меня в самое грубое сладострастие, будь у меня больше бесстыдства. Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Труднее всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе. После того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня. Чего стоят мне подобные признания, можно судить потому, что в течение всей моей жизни меня не раз увлекало безумие страсти возле тех, кого я любил, лишая меня способности видеть и слышать, пронизывая все мое тело судорожным трепетом возбуждения. Но никогда не мог я отважиться признаться в моем безумии, не мог даже в самых интимных отношениях умолять о единственной милости, которой мне недоставало. Это случилось со мной только раз, в детстве, с девочкой моих лет. Да и то предложение исходило от нее. Восходя таким образом к первым проявлениям моих чувствований, я нахожу в них элементы, кажущиеся иной раз несовместимыми, но тем не менее соединившиеся, чтобы с силой произвести действие однородное и простое. И нахожу также другие, с виду тождественные, но образовавшие, благодаря стечению известных обстоятельств, столь различные сочетания, что трудно представить себе, чтобы между ними была какая-нибудь связь. Кто подумал бы, например, что один из самых могущественных двигателей моей души исходил из того же источника, из которого в мою кровь лились изнеженность и сладострастие? Не покидая предмета, о котором только что шла речь, я покажу, сколь нисходное впечатление произвел он в другом случае. Как-то раз, оставшись один, я учил урок в комнате, смежной с кухней. Служанка положила сушить на плиту гребенки мадемуазель Ламберсье. Когда она вернулась за ними, оказалось, что у одной гребенки половина зубьев сломана. Кто виновник этого? Никто, кроме меня, не входил в комнату. Меня допрашивают. Я утверждаю, что не трогал гребенки. Господин Ламберсье и его сестра убеждают меня, угрожают мне, наступают на меня. Я упрямо стою на своем. Но улика была слишком очевидна. Она пересилила все мои возражения, хотя впервые было замечено, что я лгу так дерзко. К делу отнеслись, серьезно, оно того стоило. Злость, ложь, упорство казались одинаково заслуживающими наказания. Но на беду уже не мадемуазель Ламберсье произвела его надо мной. Написали моему дяде Бернару. Он приехал. Мой бедный двоюродный брат был обвинен в другом не менее тяжком проступке. И мы оба подверглись одному наказанию. Оно было ужасно. Если бы, ища лекарства в самой болезни, пожелали навсегда подавить мои извращенные чувства, то и тогда не могли бы лучше взяться за дело. И нужно сказать, что чувства эти надолго оставили меня в покое. У меня не удалось вырвать требуемое признание. Меня призывали к ответу много раз. Довели до ужасного состояния, но я был непоколебим. Мне легче было умереть. И я решился на это. Самой силе пришлось сдаться перед дьявольским упрямством ребенка. Так называли мою стойкость. Наконец, я вышел из этого ужасного испытания, истерзанный, но торжествующий. Прошло почти пятьдесят лет со времени этого происшествия. Теперь мне нечего бояться наказания за тот случай. И вот я объявляю перед лицом неба, что я был в нем неповинен. Что я не ломал и не трогал гребня. Не подходил к плите и даже не думал об этом. Пусть меня не спрашивают, как сломался гребень. Я этого не знаю и не могу понять. Знаю одно только, что в этом я был неповинен. Пусть представит себе характер робкий и покорный в повседневной жизни, но пламенный, гордый, неукротимый в страстях. Характер ребенка, всегда повиновавшегося голосу рассудка, всегда встречавшего обращение ласковое, ровное, приветливое, не имевшего даже понятия о несправедливости и в первый раз испытавшего столь ужасную несправедливость со стороны людей, которых он любил и уважал больше всего. Какое крушение понятий! Какое смятение чувств! Какой переворот в сердце, в мыслях, во всем его духовном, нравственном существе! Я говорю, пусть представит себе все это, если возможно. А я совершенно не способен разобрать и проследить во всех мелочах то, что происходило тогда во мне. У меня еще недоставало разума, чтобы понять, насколько видимость обличает меня и поставить себя на место других. Я стоял на своем и чувствовал только суровость, страшного возмездия за преступление, которого я не совершил. Телесная боль, хотя и сильная, была для меня малочувствительна. Я испытывал только негодование, бешенство, отчаяние. Мой двоюродный брат, находясь приблизительно в том же положении, будучи наказан за невольную ошибку, как за умышленный проступок, приходил в ярость по моему примеру и, так сказать, настраивал себя на один лад со мной. Лежа в одной постели, мы судорожно сжимали друг друга в объятиях, мы задыхались, и когда наши юные сердца, немного успокоившись, были в состоянии излить свой гнев, мы поднимались на нашем ложе и изо всех сил кричали «Палач! Палач! Палач!» И сейчас еще, когда пишу эти строки, я чувствую, как учащается мой пульс. Эти минуты будут всегда у меня в памяти, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Первое ощущение насилия и несправедливости так глубоко запечатлелось в моей душе, что все мысли, связанные с ним, будут во мне и прежние волнения. И это чувство, в своем истоке, относившееся лично ко мне, так упрочилось и так отрешилось от всего личного, что при виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости над кем бы и где бы ее не совершили, мое сердце так горит негодованием, как будто я сам являюсь жертвой. Когда я читаю о жестокостях свирепого тирана, об изощренном коварстве лицемера-священника, я охотно пустился бы в путь, чтобы заколоть этих презренных, хотя бы при этом мне пришлось сто раз погибнуть. Я часто вгонял себя в пот, стараясь догнать или попасть камнем в петуха, корову, собаку, всякое животное, на моих глазах мучившее другое животное, единственно потому, что было сильнее. Это чувство, возможно, у меня врожденное, и думаю, что это так, но впечатление от первой несправедливости, испытанной мною, было столь долго и крепко с ним связано, что значительно усилило его. И вот пришел конец моей ясной детской жизни. С этого момента я перестал наслаждаться невозмутимым счастьем, и даже теперь чувствую, что воспоминания о прелестях моего детства на этом кончаются. Мы оставались в Боссе еще несколько месяцев. Мы переживали то, что переживал первый человек, еще не изгнанный из рая, но уже переставший наслаждаться им. Все было как будто прежним, но на деле жизнь пошла совсем по-другому. Привязанность, дружба, уважение, доверие уже не соединяли больше учеников и воспитателей. Мы уже не смотрели на них, как на богов, читающих в наших сердцах. Мы уже меньше стыдились дурных поступков и больше боялись быть уличенными. Мы стали скрываться, противоречить, лгать. Все пороки, свойственные нашему возрасту, развращали нашу невинность и безобразили наши игры. Даже сельская жизнь утратила в наших глазах обаяние сладостного покоя и пустоты, идущих прямо к сердцу. Она оказалась нам теперь пустынной и мрачной. Она как бы покрылась пеленой, скрывавшей от нас ее красоту. Мы перестали ухаживать за своими садиками, за цветами и травами. Мы уже не копались в земле и не вскрикивали от радости, видя, что брошенное в нее зерно дало росток. Нам надоела эта жизнь, и мы надоели воспитателям. Мой дядя взял нас, и мы расстались с господином и с мадемуазель Ламберсье, присыщенные друг другом и мало сожалея о разлуке. Почти тридцать лет прошло со времени моего отъезда из Боссе, и я ни разу не вспомнил о пребывании там с удовольствием и сколько-нибудь связано. Но с тех пор, как, перейдя зрелый возраст, я стал клониться к старости, я замечаю, что эти воспоминания возникают вновь вытесняя все другие и запечатлеваются в моей памяти в образах, очарование и сила которых растет с каждым днем. Как будто я уже чувствую, что жизнь ускользает и стараюсь поймать ее у самого начала. Мельчайшие события того времени милы мне единственно потому, что они относятся именно к тому времени. Я вспоминаю во всех подробностях все места, всех людей, часы дня. Вижу служанку и лакея, убирающих комнату, ласточку, влетающую в окно, муху, садящуюся мне на руку, в то время как я отвечаю урок. Вижу убранство комнаты, где мы находились, шкаф господина Ламберсье по правую руку, гравюру, изображающую всех пап, барометр, большой календарь, кусты малины, которые затеняли окно и порой тянулись в комнату из сада, расположенного выше, нежели наш дом, выходивший в него задним крыльцом. Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом. Отчего мне не решиться поведать все маленькие происшествия того счастливого возраста, заставляющие меня еще и сейчас вздрагивать от радости, когда я вспоминаю их? Среди них есть пять или шесть, о которых мне особенно хотелось бы упомянуть. Договоримся, я избавлю вас от пяти, но хочу сообщить об одном единственном, при условии, что мне позволит рассказывать как можно дольше, чтобы продлить мое удовольствие. Если б я думал только о вашем удовольствии, я мог бы выбрать происшествие с мадемуазель Ламберсье, зад которой, вследствие ее неудачного падения на покатом лугу, предстал во всей красе перед сардинским королем во время его проезда. Но происшествие с ореховым деревом на площадке для меня более занимательно, так как тут я был действующим лицом, а при падении мадемуазель Ламберсье только зрителям. И признаться, мне ничуть не хотелось смеяться над этим случаем, хотя и комичным самим по себе, но огорчившим меня, так как он произошел с особой, которую я любил как мать, а может быть и больше. О вы, читатели, жаждущие услышать великую повесть об ореховом дереве на площадке! Выслушайте эту ужасную трагедию без содрогания, если можете! Возле двора слева от ворот была площадка со скамейкой, на которой часто сидели днем, но в этом месте совсем не было тени. Чтобы создать ее, господин Ламберсье посадил там ореховое дерево. Посадка была произведена торжественно. Оба питомца были восприемниками, и пока закапывали яму, мы держали дерево каждой одной рукой, распевая победные песни. Для поливки вокруг дерева устроили нечто вроде бассейна. Каждый день, жадно созерцая эту поливку, мы с двоюродным братом все более укреплялись в очень естественной мысли, что гораздо лучше посадить дерево на площадке, чем водрузить знамя на вражеской крепости. И мы решили добыть себе эту славу, не разделяя ее ни с кем. Для этого мы срезали черенок молодой ивы и посадили его на площадке в восьми или десяти шагах от величественного орехового дерева. Мы не забыли также сделать углубление вокруг нашей ивы. Трудность заключалась в том, чтобы наполнить это углубление, так как вода была далеко, а нам не позволяли за ней бегать. Между тем, она была совершенно необходима для нашего черенка. В течение нескольких дней мы пускались на всевозможные хитрости, чтобы добывать воду. И нам это так хорошо удавалось, что мы вскоре увидели, как наиве набухают почки и распускаются маленькие листья, рост которых мы измеряли каждый час, уверенные, что ива, хотя и не достигавшая фута над землей, скоро будет давать нам тени. Наша дерево, поглощая нас целиком, делало нас совершенно неспособными к прилежанию в учении. Мы были как в бреду. Не понимая, что с нами творится, нам стали давать меньше воли, чем раньше, и мы уже предвидели приближение роковой минуты, когда наше дерево останется без воды и приходили в отчаяние, ожидая, что оно засохнет и погибнет. Наконец, нужда, мать изобретательности, подсказала нам способ спасти себя и дерево от верной гибели. Он заключался в том, чтобы провести под землей канавку, которая тайно подводила бы к иве часть воды, предназначавшейся для поливки орехового дерева. Это предприятие, выполненное с увлечением, удалось, однако, не сразу. Мы сделали такой неудачный наклон, что вода совсем не текла. Земля обваливалась и засыпала канавку, вход наполнялся грязью, все шло вкривь и вкось, но мы не падали духом. Бесчестный труд преодолеет все. Вергилий, Георгике. Мы углубили и канавку, и наш бассейн, чтобы дать воде свободное течение. Разрезали днища от ящиков на узкие дощечки, укрепили эти планочки, одни плашмя друг за другом, другие по обеим сторонам первых и под углом к ним, сделав из них треугольный желоб для нашего канала. При входе в него мы установили узкие щепочки, переплели их, и они, образуя нечто вроде решетки или сетки, задерживали грязь и камни, не закрывая прохода для воды. Мы заботливо прикрыли наше сооружение землей, хорошо утоптали ее, и в день, когда все было готово, обуреваемые надеждой и страхом ждали часа поливки. После бесконечного ожидания этот час наконец настал. Господин Ландерсье по обыкновению пришел, чтобы присутствовать при этой операции, во время которой мы оба держались позади него, чтобы скрыть наше дерево, но он, по счастью, стоял к нему спиной. Едва успели вылить первое ведро воды, как мы увидели, что она течет в наш бассейн. При этом зрелище благоразумия оставило нас, и мы так закричали от радости, что господин Ландерсье обернулся. Это было очень печально, потому что ему доставляло огромное удовольствие видеть, как хороша земля у его орехового дерева, и как она жадно пьет воду. Увидя, что вода растекается на два бассейна, он, пораженный, в свою очередь испускает крик, озирается, замечает жульничество, резко приказывает принести себе заступ, наносит такой удар, что щепки от наших досок летят в воздух, и, крича во все горло «Водопровод! Водопровод!» сокрушает все безжалостными ударами, из которых каждый разил нас в самое сердце. В одно мгновение доски, канал, бассейн, ива, все было разрушено, все было срыто, и во время этого ужасного разгрома не было произнесено ни одного слова, кроме восклицания, которое он повторял без конца. «Водопровод!» кричал он, уничтожая наше сооружение. «Водопровод! Водопровод!» «Подумают, что приключение имело плохие последствия для маленьких архитекторов!» «Ошибутся!» «Все кончилось на этом!» «Господин Ламберсье не сказал нам ни слова упрека, не смотрел на нас сердито и больше не говорил с нами об этом. Мы даже услышали через некоторое время, как он смеялся, со своей сестрой во все горло, потому что смех его был слышен издалека. И что еще удивительнее, мы сами, когда прошло первое потрясение, не были слишком огорчены. Мы посадили другое дерево в другом месте и, часто, вспоминая катастрофу, погубившую первое дерево, повторяли с пафосом «Водопровод! Водопровод!» До этого у меня временами бывали приступы гордости, когда я воображал себя аристидом или брутом. А здесь во мне впервые заговорило явное тщеславие. Построить собственными руками водопровод, заставить черенок соперничать с большим деревом казалось мне деянием достойным высшей славы. В десять лет я судил об этом лучше, чем цезарь в тридцать. Мысль об этом ореховом дереве и маленькая история с ним связанная так хорошо сохранились у меня в памяти или снова возникли в ней, что одним из приятнейших для меня замыслов во время моего путешествия в Женеву в 1754 году было отправиться в Буссе, чтобы вновь увидеть памятники моих детских игр и особенно милое ореховое дерево, которому в то время должно было исполниться уже треть века. В парижском тексте есть добавление, и которому теперь, если оно еще существует, должно исполниться около полувека. Но меня непрерывно осаждали. Я так мало мог располагать собой, что у меня не нашлось времени удовлетворить свое желание. Маловероятно, чтобы такой случай когда-либо снова представился мне. Однако я не теряю ни желания, ни надежды, и почти уверен, что если когда-нибудь вернусь в эти дорогие места и найду мое милое ореховое дерево еще в живых, я орошу его слезами. По возвращении в Женеву я провел около трех лет у моего дяди, ожидая, когда решат, что со мною делать. Так как дядя предназначал своего сына в инженеры, он немного выучил его рисовать и познакомил с элементами эвклида. Я учился за компанию и пристрастился к занятиям, особенно к рисованию. Между тем обсуждали вопрос, сделать ли из меня часовщика, адвоката или священника. Я предпочитал стать священником, потому что говорить проповедь казалось мне прекрасным. Но доход от имения моей матери, который еще надо было поделить между мной и братом, был слишком мал, чтобы я мог продолжать учение. Мой возраст позволял не слишком спешить с выбором, и я оставался пока что у дяди, почти ничего не делая и не переставая платить, как и подобало порядочную сумму за свое содержание. Дядя, подобно моему отцу, был любителем удовольствий, но не умел подчиняться своим обязанностям, как это делал отец, и довольно мало заботился о нас. Моя тетка была женщина набожная, немного пиетистка, и больше любила распевать псалмы, чем заниматься нашим воспитанием. Пиетистка — сторонница так называемого пиетизма, одной из самых ханжеских сект в протестантизме, возникшей в конце XVII века в Германии. Всегда неразлучные мы довольствовались обществом друг друга, не имея охоты водиться с сорванцами нашего возраста, мы не переняли ни одной из разнузданных привычек, которая могла бы нам внушить праздность. Я даже не прав, изображая нас праздными, так как мы были ими менее, чем когда-либо, и что было особенным счастьем, все забавы, которыми мы последовательно увлекались, удерживали нас обоих дома, так что у нас даже не было соблазна выйти на улицу. Мы мастерили клетки, дудки, валаны, барабаны, дома, лодочки, самострелы. Мы портили инструменты моего доброго старого деда, стараясь сделать по его примеру часы. Особенно же мы любили марать бумагу, рисовать, раскрашивать, расцвечивать, изводить краски. В Женеву приехал итальянский шарлатан по фамилии Гамбо Корта. Раз мы пошли посмотреть на него и больше не захотели ходить, но у него были марионетки, и мы принялись за изготовление марионеток. Его марионетки разыгрывали нечто вроде комедий, и мы принялись сочинять комедии для наших. За неимением пищика мы подражали голосу Полишинеля горлом, разыгрывая эти прелестные комедии перед нашими несчастными добрыми родственниками, у которых хватало терпения смотреть их и слушать. Ну, а после того, как мой дядя Бернар прочитал в семейном кругу отличную проповедь своего сочинения, мы бросили комедии и принялись составлять проповеди. Сознаю, что все эти подробности не слишком интересны, но они показывают, насколько хорошо было наше первоначальное воспитание, если и в таком нежном возрасте, предоставленное самим себе, мы никогда не пытались злоупотреблять своей свободой. Потребность в товарищах была у нас так мала, что мы пренебрегали представлявшимся случаем приобрести их. Гуляя, мы смотрели мимоходом на игры других мальчиков без зависти, даже не помышляя принять в них участие. Взаимная дружба так наполняла наши сердца, что нам было достаточно быть вместе, чтобы самые простые забавы становились для нас наслаждением. Видя нас неразлучными, на нас обратили внимание, тем более, что мой двоюродный брат Бернар был очень высокого роста, а я очень маленького, так что получалась довольно смешная пара. Его длинная тонкая фигура, маленькое, как печеное яблоко, лицо, хилый вид, небрежная походка давали детям повод для насмешек. На местном наречии ему дали прозвище Барна Бреданна, и стоило нам выйти на улицу, мы только и слышали вокруг Барна Бреданна. Он переносил это спокойнее, чем я. Я сердился, лез в драку, а маленьким плутам только этого и надо было. Я бил и бывал битым. Мой бедный брат помогал мне как мог, но он был слаб, его сбивали с ног одним ударом кулака. Тогда я приходил в ярость. Однако, хотя мне и всыпали тумаков, предметом неприязни был не я, а Барна Бреданна, но я так ухудшил дело своим неукротимым бешенством, что вскоре мы решались выходить из дому только в часы занятий, боясь травли и преследования со стороны школьников. Барна Бреданна на народном швейцарском диалекте круглый дурак. Вот я уже защитник угнетенных. Чтобы стать рыцарем по всем правилам, мне недоставало только дамы. У меня их оказалось две. Время от времени я отправлялся повидаться с отцом. Моего отца очень любили, и это отражалось на сыне. Во время моего краткого пребывания у него меня угощали наперебой. Некая госпожа де Вюльсон осыпала меня ласками, и в довершении всего дочь ее избрала меня своим кавалером. Понятно, что значит одиннадцатилетний кавалер для девушки двадцати двух лет. Все эти плутовки так любят выдвигать вперед маленьких кукол, чтобы прикрывать ими больших или заманивать последних игрою, которую они умеют сделать привлекательной. Что касается меня, то я не замечал никакого несоответствия между нею и мной и принял дело всерьез. Я предался всем сердцем, вернее, всей головою, так как был влюблен только головой в Хатидо безумие, и мои восторги, волнения, неистовые вспышки гнева порождали сцены, от которых можно было умереть с осмеху. Мне известны два вида любви, очень определенных, очень реальных и не имеющих между собой почти ничего общего, хотя тот и другой пылки и оба не похожи на нежную дружбу. Вся моя жизнь разделилась между двумя этими видами любви, столь различными по природе, и порою я переживал их даже одновременно. Так, в тот период, о котором я говорю, увлекаясь мадемуазель Девюльсон так открыто и деспотически, что не терпел, чтобы кто-либо из мужчин к ней приближался, я имел краткие, но довольно оживленные свидания с некой маленькой мадемуазель Готон, во время которых она благосклонно брала на себя роль школьной учительницы, и это было все. Но это все было действительно всем для меня и казалось мне высшим счастьем. И уже понимая цену тайны, хотя и пользуюсь ею как ребенок, я отплачивал ничего не подозревавшей мадемуазель де Вюльсон за то, что она так усердно пользовалась мною для прикрытия своих увлечений. Но к моему великому огорчению моя тайна была раскрыта, или, может быть, моя маленькая учительница не хранила ее так, как я, потому что нас не замедлили разлучить, и через некоторое время после того, как я вернулся в Женеву, я слышал, проходя через скутанс, как девочки в полголоса кричали мне «Готон, тик-так, руссо!» Странным созданием, по правде говоря, была эта маленькая мадемуазель Готон. Она не была красива, но ее лицо трудно забыть. И я еще теперь вспоминаю его, даже слишком часто для старого безумца. В особенности глаза у нее были не детские, а также стан и манера держаться. У нее был милый, внушительный и гордый вид, очень подходящий для роли учительницы, что и вызвало у нас с ней первую мысль об этой игре. Но самым странным в ней было сочетание смелости и сдержанности, которые трудно было понять. Она позволяла себе со мной самые большие вольности, никогда не допуская ничего подобного с моей стороны. Она обращалась со мной буквально как с ребенком. И это заставляет меня думать, что она уже перестала быть им, или наоборот еще оставалась им настолько, что видела лишь забаву в опасности, которой себя повлияло. Если можно так выразиться, всецело принадлежал каждый из этих двух особ, и так безраздельно, что мне никогда не случалось в обществе одной из них думать о другой. Впрочем, не было ничего сходного в том чувстве, которое они вызывали во мне. Я провел бы всю жизнь с мадемуазель Девильсон, не помышляя ее покинуть, но когда я приближался к ней, моя радость была спокойна, и я не ощущал волнения. Особенно любил я ее в большом обществе. Шутки, поддразнивания, даже ревность привлекали, занимали меня. Я гордился и торжествовал, видя, что она предпочитает меня взрослым соперником, с которыми казалось обходиться дурно. Меня мучили, но я любил это мучение. Похвала, одобрение, смех возбуждали и оживляли меня. Я горячился, острил, я пылал любовью на людях. С глазу на глаз я был бы натянут, холоден, быть может, скучал бы. Между тем я принимал в ней нежные участия. Я страдал, когда она была больна. Я отдал бы свое здоровье, чтобы она поправилась. И заметьте, что я по опыту прекрасно знал, что такое болезнь и что такое здоровье. Вдали от нее я думал о ней, мне не доставало ее. Но ее ласки были приятны сердцу, а не чувствам. Близкое общение с ней было для меня безопасно. Мое воображение требовало лишь того, что она мне давала. Однако я не вынес бы, если бы видел, что она обращается с другими так же. Я любил ее как брат, но ревновал как любовник. Я ревновал бы и маленькую Готон, как турок, как бешеный, как тигр. Если б только мог представить себе, что с кем-нибудь другим она обращается как со мной. Ведь это было милостью, о которой нужно просить на коленях. К мадемуазель Девильсон я подходил с живым удовольствием, но без смущения. Меж тем, как при появлении маленькой Готон, я больше уже ничего не видел. Все чувства мои приходили в смятение. Я был близок с первой без всяких вольностей, а перед второй я столько же трепетал, сколько возбуждался, даже при самых больших вольностях. Думаю, что если б я слишком долго оставался с ней, я не выжил бы. Сердцебиение задушило бы меня. Обеим одинаково я боялся не угодить, но был услужливее с одной и покорней с другой. Ни за что на свете не хотел бы я рассердить мудмазель Девюльсон, но если бы маленькая Готон приказала мне броситься в огонь, думаю, что я тотчас же повиновался бы ей. Моя любовь, или, вернее, мои встречи с маленькой Готон продолжались недолго, к счастью для нее и для меня. Мои отношения с мудмазель Девюльсон не были столь опасны, но и они кончились катастрофой, хотя продолжались дольше. Конец подобных отношений, наверное, всегда имеет несколько романтический вид и дает повод к пересудам. Хотя чувство мое к мадмазель Девюльсон было менее пылко, в нем, может быть, было больше привязанности. Мы никогда не расставались без слез, и трудно представить себе, в какую гнетущую пустоту ввергла меня разлука с ней. Я мог говорить и думать только о ней. Мои сожаления были неподдельны и живы. Но я подозреваю, что в сущности не все эти страстные сожаления относились к ней. И хотя я сам не замечал этого, развлечения, центром которых она являлась, играли тут большую роль. Чтобы умерить горечь разлуки, мы писали друг другу письма, пафос которых скалы. Наконец, к моему величайшему торжеству, она не выдержала и приехала повидаться со мной в Женеву. Тут голова моя окончательно закружилась. Я был точно пьян и безумствовал в течение двух дней, которые она провела здесь. Когда она уезжала, я хотел броситься вслед за ней вплавь по озеру и долго оглашал воздух своими криками. Через неделю она прислала мне конфеты и перчатки, что показалось бы мне очень любезным, не узнай я в то же время, что она вышла замуж и что путешествие, которым ей угодно было почтить меня, имело целью покупку подвенечного платья. Я не стану описывать свое бешенство, оно понятно само собой. В своем благородном гневе я поклялся никогда не встречаться с коварной, так как не в состоянии был представить себе более ужасного для нее наказания. Но она от этого не умерла. Двадцать лет спустя, приехав навестить отца и катаясь с ним по озеру, я спросил, кто эти дамы в лодке невдалеке от нас. — Как? — сказал мне отец, улыбаясь. — Разве сердце тебе ничего не подсказывает? — Это твоя прежняя любовь, госпожа Кристен, мадемуазель Девильсон. Я вздрогнул услышав это почти забытое имя, но попросил лодочников повернуть в сторону. Хотя мне теперь и легко было отомстить, я не думал, чтобы стоило труда нарушить клятву и возобновить ссору двадцатилетней давности с женщиной сорока лет. Так тратилось на пустяки самое драгоценное время моего детства, прежде чем решена была моя участь. После долгого обсуждения моих природных склонностей остановились наконец на том, к чему я меньше всего был способен, и устроили меня к Массерону, городскому протоколисту, чтобы я научился под его руководством полезному ремеслу судебного крючкотвора, как говорил господин Бернар. Прозвище это очень не нравилось мне. Надежда заработать кучу денег неблагородным путем мало льстила моему гордому нраву. Занятие казалось мне скучным, невыносимым. кропотливость работы, подчинение окончательно меня от него отвратили, и я всегда входил в канцелярию с тайным ужасом, возраставшим день ото дня. Массерон, со своей стороны, не слишком довольный мною, относился ко мне презрительно, непрерывно упрекал за вялость, глупость, и повторял ежедневно, что дядя уверял его, будто я знаю, будто я знаю, а на деле я ровно ничего не знаю. Что ему обещали славного мальчика, а дали просто осла. Наконец, я был с позором изгнан из канцелярии за неспособность, и конторщики Массерона решили, что я гожусь только на то, чтобы орудовать напильником. Когда таким образом мое призвание определилось, меня отдали в учение, однако не к часовщику, а к граверу. Презрение протоколиста очень меня удручало, и я безропотно повиновался. Мой хозяин Дюкомен был молодой человек, грубый и резкий, и ему в очень короткий срок удалось омрачить мое радостное детство, огрубить мой ласковый живой характер и низвести меня в умственном отношении, как я уже был низведен и в своем положении до уровня настоящего подмастерья. Латинский язык, античный мир, история все было забыто надолго. Я даже не вспоминал о том, что на свете существовали римляне. Мой отец, когда я навещал его, более не находил во мне своего кумира. Я перестал быть для дам любезным Жан-Жаком и сам так хорошо понимал, что господин и мадемуазель Ламберсье не узнали бы во мне своего ученика, что мне стыдно было показаться им на глаза, и с тех пор я больше не видал их. Самые низкие наклонности, самое гнусное озорство заняли место милых забав, не оставив о них даже воспоминания. Видимо, несмотря на самое благопристойное воспитание, у меня была большая склонность к нравственному падению, так как оно совершилось очень быстро, без малейшего затруднения. И верно, никогда такой скороспелый Цезарь не превращался так быстро в Ларидона. Имя собаки, фигурирующей в басне Ла Фонтена «Воспитание», там есть стих «О, сколько Цезарей превратиться в Ларидонов!» Ремесло само по себе нравилось мне. Я очень любил рисовать, работа гравировальным резцом меня занимала, а так как в часовом деле от гравера не требуется слишком многого, я надеялся скоро достигнуть в этом искусстве совершенства. Быть может, я добился бы этого, если бы грубость моего хозяина и чрезвычайные притеснения не отвратили меня от работы. Я крал у нее время для занятий того же рода, но имевших для меня прелесть свободы. Я гравировал нечто вроде медалей, которые должны были служить мне и моим товарищам рыцарскими орденами. Застав меня за этой контрабандной работой, хозяин исколотил меня, говоря, что я упражняюсь в ремесле фальшивомонетчика, так как на наших медалях был герб республики. Могу поклясться, что у меня не было ни малейшего представления о фальшивых деньгах и очень слабое о настоящих. Я лучше знал, как делаются римские ассы, чем наши монеты в трису. Ас мелкая древнеримская монета. Тирания хозяина в конце концов сделала работу, которую я мог бы полюбить невыносимой, и породила во мне пороки, которые могли бы стать для меня ненавистными. Ложь, безделье, воровство. ничто так ясно не показало мне разницу между сыновней зависимостью и рабским подчинением, как воспоминания о происшедших во мне за это время переменах. От природы робкий и застенчивый я из всех недостатков всего более был далек от бесстыдства. Но ведь я наслаждался разумной свободой, которая с тех пор постепенно ограничивалась и, наконец, совсем исчезла. Я был смел у своего отца, свободен у господина Ламберсье, скромен у своего дяди. Я сделался запуганным у своего хозяина и стал потерянным ребенком. Привыкнув быть равным со старшими в образе жизни, не знать удовольствий, в которых мне нельзя было бы принять участие, не видеть кушаний, в которых не было бы и моей доли, не испытывать желаний, которых я не мог бы высказать, и, наконец, переносить все движения сердца на уста, во что я должен был превратиться в доме, где не смел раскрыть рот. Где надо было вставать из-за обеденного стола после первого блюда, уходить из комнаты, как только мне там нечего было делать, где постоянно прикованный к работе я видел возможность удовольствия только для других, а для себя самого одни лишения, где зрелище свободы хозяина и мастеров увеличивало тяжесть моей зависимости, где во время разговоров о том, что я знал лучше всего, я не смел и заикнуться, где, наконец, все, что я видел, становилось предметом алчных желаний моего сердца единственно потому, что я был всего лишен. Прощай, довольство, веселье, удачные словечки, которые бывало нередко избавляли меня от наказания. Не могу вспомнить без смеха, как дома меня однажды вечером за какую-то шалость отправили спать без ужина. Проходя через кухню с одним жалким кусочком хлеба, я увидел вращающееся на вертеле жаркое и услышал его запах. Все мои близкие сидели вокруг очага, нужно было проститься с каждым. Когда я обошел всех, поглядывая одним глазом на жаркое, имевшее такой заманчивый вид и такой вкусный запах, я не мог удержаться, чтобы не попрощаться и с ним, и сказал ему жалобным тоном «Прощай, жаркое». Эта наивная выходка показалась всем такой забавной, что меня ставили ужинать. «Может быть, она имела бы успех и у моего хозяина, но уж, конечно, здесь она не пришла бы мне в голову, а если бы и пришла, я не решился бы привести ее в исполнение». Вот так привык я «Прощай». И все ремесленные ученики тоже вынуждены воровать. Но последние вырастая, оказавшись в положении равенства и спокойствия, при котором все, что они видят доступно им, теряют эту постыдную склонность. Не достигнув подобного благополучия, я не мог извлечь из него и эту пользу». Почти всегда именно хорошие, но плохо направленные чувства заставляют детей делать первый шаг к дурному. Несмотря на постоянные решения и соблазны, я прожил у хозяина больше года, не решаясь что-нибудь взять хотя бы из ясного. Первое мое воровство было делом услужливости, но оно открыло дорогу другим кражам, не имевшим столь похвальной цели. У моего хозяина был компаньон по имени Верра. Дом его находился по соседству. При нем был довольно обширный сад, где разводили прекрасную спаржу. Господин Верра нуждался в деньгах, и ему пришла в голову мысль украсть, у своей матери молодую спаржу и продать ее, чтобы устроить несколько хороших завтраков. Будучи не слишком проворным и не желая подвергаться опасности, он выбрал для этого похода меня. После нескольких предварительных любезностей, подкупивших меня тем скорей, что я не знал их цели. Он предложил мне совершить эту кражу, и с таким видом, будто мысль о ней пришла ему внезапно. Я долго отказывался, он настаивал. Я никогда не мог противиться ласкам, я сдался. Я ходил каждое утро собирать самую лучшую спаржу и относил ее на мулар, где какая-нибудь тетенька, хорошо понимая, что спаржу я только что украл, говорила мне, чтобы купить ее подешевле. В страхе я брал то, что ей угодно было дать мне, и относил деньги господину Верра. Они быстро превращались в завтрак, которые я же и добывал, и которые он разделял с одним из своих товарищей. Что же касается меня, то, довольный какими-нибудь объедками, я не притрагивался даже к их вину. Мулар площадь в Женеве Проделки эти продолжались несколько дней, и ни разу мне не пришло в голову обокрасть вора. Взыскать десятину с доходов господина Вера от спаржи. Я был необыкновенно честным жуликом. Единственным моим побуждением было услужить тому, кто заставлял меня это делать. Между тем, если б меня поймали, сколько побоев, сколько оскорблений, какое жестокое обращение пришлось бы мне перенести. тогда как негодяю отрекись он от меня, поверили бы на слово, и я был бы наказан вдвойне за то, что осмелился его обвинять, ибо он был компаньоном, а я только учеником. Вот как во всех состояниях за сильного всегда отвечает бессильный. Так я узнал, что воровать совсем не столь ужасно, как мне казалось, и вскоре так хорошо воспользовался этим знанием, что все, чего бы я ни пожелал, будучи мне доступным, не было в безопасности. У моего хозяина кормили не так уж плохо, и умеренность была мне тяжела только потому, что я видел, как она плохо соблюдалась другими. Обычай заставлять детей вставать из-за стола, когда подают самые соблазнительные для них блюда, кажется мне лучшим способом делать из них лакомок и воришек. Вскоре я стал тем и другим. И обычно я чувствовал себя при этом прекрасно. Плохо было лишь тогда, когда меня накрывали. Воспоминания, до сих пор заставляющие меня и дрожать, и смеяться, это охота за яблоками, дорого мне обошедшаяся. Яблоки находились в углу кладовой, в которую свет проникал из кухни через решетчатое окно, прорезанное высоко в стене. Однажды, оставшись один дома, я залез на ларь, чтобы заглянуть в сад Гесперит и полюбоваться на драгоценные плоды, к которым не мог приблизиться. По греческому сказанию у Гесперит дочерей Титана Атланта был на островах блаженных охраняемый драконом сад с золотыми яблоками. Я пошел за вертелом, чтобы попробовать, не достанет ли он до яблок. Он оказался слишком коротким. Я удлинил его при помощи другого маленького вертела. употреблявшегося для мелкой дичи, так как мой хозяин любил охоту. Несколько раз я безуспешно просовывал вертел и, наконец, с восторгом почувствовал, что тащу яблоко. Я тянул очень осторожно. Яблоко уже коснулось окна. Я готов был схватить его. Кто опишет мое горе? Яблоко было слишком велико и не проходило в отверстие. Сколько изобретательности пустил я в ход, чтобы протащить его. Надо было найти подпорку, чтобы удержать вертел в нужном положении. Нож достаточно длинный, чтобы разрезать яблоко. Дранку, чтобы помешать ему упасть. Затратив немало ловкости и времени, я все-таки разрезал яблоко, надеясь, что вытяну один кусок за другим. Но как только яблоко распалось на половинке, обе они упали в кладовую. Сострадательный читатель, посочувствуйте моей скорби. Я не пал духом, но потерял много времени. Боясь, что меня накроют, я решил отложить свою затею до завтра, надеясь, что мне больше посчастливится, и, вернувшись в мастерскую, принялся за работу так спокойно, будто ничего не сделал, не помышляя о двух нескромных, обличавших меня свидетелях в кладовой. На другой день, улучив удобный момент, я делаю новую попытку. Лезу на свои подмостки, удлиняю вертел, нацеливаюсь, вот уже готов наколоть яблоко. К несчастью, дракон не дремал. Дверь кладовой отворяется, мой хозяин выходит оттуда, скрещивает на груди руки, смотрит на меня и говорит смелее. Перо выпадает у меня из рук. Вскоре привыкнув к плохому обращению, я сделался менее чувствителен к нему, и оно стало казаться мне в конце концов чем-то вроде естественного возмездия за воровство, возмездия, дававшего мне право продолжать свои проделки. Вместо того, чтобы оглянуться назад и вспомнить о наказании, я глядел вперед и видел мщение. Я считал, что раз меня бьют, как воришку, это дает мне право воровать. Я находил, что воровство и побои связаны друг с другом, составляют в некотором роде одно целое, и что, исполняя ту часть, которая зависит от меня, я могу предоставить другую заботам хозяина. Усвоив эту идею, я стал воровать спокойнее, чем раньше. Я говорил себе, что же случится, в конце концов, меня побьют, пускай, я для этого и создан. Я люблю поесть, но не жаден, падок на все вкусное, но не лакомка. Слишком много других склонностей отвлекают меня от этого. Я уделял внимание своему желудку только когда сердце мое было свободно. Но это случалось в моей жизни так редко, что у меня не было времени мечтать о лакомых кусочках. Вот почему я недолго ограничивался воровством съедобного и вскоре стал брать все, что меня соблазняло. И если я не сделался настоящим вором, то лишь потому, что деньги меня никогда особенно не прельщали. В мастерской у моего хозяина было особое отделение, запиравшееся на ключ. Я нашел способ открывать дверь и закрывать ее так, что это было незаметно. Там я брал прекрасные инструменты хозяина, его лучшие рисунки, его оттиски, все, что вызывало во мне зависть и что он так старательно прятал от меня. В сущности, эти кражи были очень невинны, так как все, что я таскал у хозяина, употреблялось мною для работы на него же. Но я был в восторге, имея эти пустяки в своем распоряжении. Мне оказалось, что я краду его талант вместе с его произведениями. Впрочем, там был золотой и серебряный лом, мелкие драгоценности, ценные вещи, деньги. Я считал себя богачом, когда у меня в кармане было четыре-пять сух. Тем не менее, я не только был очень далек от желания притронуться к какому-нибудь из этих предметов, но даже не помню, чтобы бросил на них алчный взгляд. я смотрел на это скорее с ужасом, чем с удовольствием. Думаю, что отвращение к краже денег и всего, что их приносят, было заложено во мне воспитанием. Сюда примешивалось смутное опасение бесчестия, тюрьмы, наказания, виселицы, которое заставило бы меня содрогнуться, поддайся я искушению, тогда как мои проделки казались мне только шалостями и действительно не были ничем иным. Все это могло кончиться лишь порядочной трепкой со стороны хозяина, и я уже заранее был готов к ней. Но, повторяю еще раз, мое вожделение не шло настолько далеко, чтобы была необходимость его превозмогать. Мне нечего было подавлять в себе. Листок хорошей бумаги для рисования больше соблазнял меня, чем деньги, на которые можно купить целую стопу. Эта странность проистекала из одной особенности моего характера, имевшей такое сильное влияние на мое поведение, что необходимо ее объяснить. У меня очень пылкие страсти, и если они волнуют меня, ничто не может сравниться с моей горячностью. Тогда для меня не существует ни осторожности, ни уважения, ни страха, ни приличия. Я становлюсь циничным, наглым, неистовым, неустрашимым. Стыд не останавливает меня, опасность не пугает. Кроме предмета, который меня увлекает, весь мир для меня ничто. Но все это длится только мгновение, и вслед за тем я впадаю в оцепенение. Застаньте меня в спокойном состоянии, я воплощенная вялость, даже робость. Все меня тревожит, все отталкивает, пролетающая муха, пугает меня. Сказать слово, сделать движение, мысль об этом приводит в ужас мою лень. Боязнь и стыд до того порабощают меня, что я хотел бы исчезнуть с глаз людских. Если надо действовать, я не знаю, что делать, если надо говорить, не знаю, что сказать, если на меня смотрят, я смущаюсь. Когда я охвачен страстью, я иной раз нахожу, что сказать, но в обычных разговорах не нахожу ничего, совершенно ничего. Они не сносны для меня уже тем, что я обязан говорить. Прибавьте к этому, что ни одна из моих преобладающих склонностей не обращена на то, что можно купить. Мне нужны только чистые наслаждения, а деньги отравляют все. Я люблю, например, хороший стол, но не вынося ни чопорности избранного общества, ни кабацкого беспутства, я могу предаваться этому удовольствию лишь с приятелем, ибо когда я один, мое воображение занято другими предметами, и я уже не ощущаю никакого удовольствия от еды. Порою моя разгоревшаяся кровь требует женщин, но взволнованное сердце еще больше требует любви. Женщины, купленные за деньги, потеряли бы для меня всякое очарование. Сомневаюсь даже, чтоб я мог пользоваться ими. И так бывает со всеми доступными мне удовольствиями. Раз они не достались мне даром, я нахожу их бессмысленными. Я люблю лишь те блага, которые принадлежат только первому умеющему их вкусить. Никогда деньги не казались мне таким драгоценным предметом, каким их считают. Больше того, они никогда не казались мне большим удобством. Сами по себе они ни на что не годны. Их надо сначала превратить во что-нибудь, чтобы извлечь из них удовольствие. Надо покупать, торговаться, нередко быть обманутым, дорого заплатить и получить плохой товар. Я хочу получить нечто хорошее по своему качеству и уверен, что за деньги получу плохое. Я плачу дорого за свежее яйцо, а оно лежалое. За зрелый плод он зелен, за девушку она порочна. Я люблю хорошее вино, но где его достать? У виноторговца? Как бы я не изощрялся, он может отравить меня. Я хочу во что бы то ни стало достать хорошего вина. Сколько забот, сколько затруднений. Надо иметь друзей, корреспондентов, давать поручения, писать, ездить, возвращаться, ждать и нередко под конец быть опять обманутым. сколько хлопот с деньгами. Я боюсь их больше, чем люблю хорошее вино. Тысячу раз во время моего ученичества и позже я выходил из дому с намерением купить себе какое-нибудь лакомство. Приближаюсь к лавке пирожника, вижу женщин за прилавком. Мне уже кажется, что они пересмеиваются и издеваются над маленьким лакомкой. Прохожу мимо торговки фруктами, искосо поглядывая на прекрасные груши, их аромат соблазняет меня, но какие-то молодые люди поблизости глядят на меня. Торговец, который знает меня, стоит перед своей лавкой. Вижу вдалеке девушку, не наше лето служанка. Мои близорукие глаза вводят меня в тысячи заблуждений. Я принимаю всех проходящих за своих знакомых. Все меня смущает. Всюду передо мной встает какое-нибудь препятствие. Желание мое растет, но растет и стыд. И я возвращаюсь наконец как дурак с недаймой желанием, имея в кармане деньги для того, чтобы удовлетворить его, но не осмелившись ничего купить. Мне пришлось бы войти в самые скучные подробности. Если б я захотел рассказать об употреблении, которые делали из моих денег, я сам и другие, о затруднениях, стыде, отвращения, неудобствах, всякого рода неприятностях, которые я всегда при этом испытывал. По мере того, как читатель, углубляясь в мою жизнь, будет знакомиться с моим характером, он сам все это почувствует и без моих объяснений. Поняв это, он без труда поймет и одно из моих мнимых противоречий — соединение почти скаредной скупости с величайшим презрением к деньгам. Деньги для меня имущество настолько неудобное, что мне даже в голову никогда не приходит желать их, раз их у меня нет. Но когда они у меня имеются, я долго берегу их, не тратя, так как не знаю, на что их употребить. Но только подвернется удобный и приятный случай, я так хорошо пользуюсь ими, что кошелек мой опустеет, прежде чем я это замечу. Впрочем, не ищите у меня маний скупых тратить деньги на показ. Как раз наоборот, я трачу их тайно и для собственного удовольствия. Далеки от того, чтобы кичиться своими тратами, я скрываю их. Я так хорошо понимаю, что деньги созданы не для меня, что почти стыжусь иметь их, а тем более пользоваться ими. Если б у меня когда-нибудь был определенный и достаточный для жизни доход, мне не грозила бы опасность стать скупцом, твердо уверен в этом. Я тратил бы весь свой доход, не стараясь его увеличить. Но необеспеченность держит меня в страхе. Я обожаю свободу, ненавижу стеснение, нужду подчинения. Пока есть деньги в моем кошельке, они обеспечивают мне независимость, избавляют меня от необходимости изощряться, чтобы добыть их вновь, а необходимость эта всегда приводила меня в ужас. Я берегу их из боязни, что они придут к концу, деньги, которыми обладаешь орудие свободы, деньги, за которыми гонишься, орудие рабства. Вот почему я хорошо прячу их и никогда не стремлюсь приобрести. Мое бескорыстие, следовательно, не что иное, как леность. Удовольствие иметь не стоит труда приобретения. И моя расточительность, опять-таки, не что иное, как леность, когда представляется случай, приятный истратить, трудно не воспользоваться им как можно лучше. Меня меньше прельщают деньги, чем вещи, потому что между деньгами и желанием обладать вещью всегда есть посредствующее звено, тогда как вещью можно наслаждаться непосредственно. Я вижу вещь, она соблазняет меня. Если я вижу только средства ее приобрести, она перестает меня соблазнять. Итак, я был воришкой, иногда бываю им и теперь, таская соблазняющие меня мелочи, которые я предпочитаю взять без спроса. Но ни в детстве, ни в зрелом возрасте я не помню, чтобы когда-нибудь украл у кого-либо хотя бы ливр, за одним исключением, когда без малого пятнадцать лет тому назад украл семь ливров и десять су. Случай заслуживает того, чтобы рассказать о нем, так как представляет собой такое изумительное сочетание наглости и глупости, что мне самому было бы трудно поверить, если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не обо мне. Это было в Париже. Я прогуливался с господином Франкеем в Пале-Рояле около пяти часов дня. Франкея Дюпенде был сыном богатого откупщика и пасынком госпожи Дюпен, светской дамы, в доме которой Руссо прожил несколько лет. О знакомстве с ней Руссо рассказывает в седьмой и восьмой книгах исповеди. С Де-Франкеем Руссо был одно время очень дружен, сходя с ним главным образом на почве любви к музыке. Он познакомил Руссо с сестрой своей мачхи, госпожой Де-Пене, сыгравшей в жизни писателя большую роль. Смотрите вторую часть исповеди. Пале-Рояль Дворец в Париже Выстроенный в 1629 году для кардинала Ришелье Впоследствии сделался резиденцией герцогов Орлеанских Галерея, примыкавшая к дворцу, служила местом прогулок для модного Парижа. Там были магазины, кафе. Он вынимает часы, смотрит и говорит мне «Пойдем в оперу?» Я соглашаюсь, мы отправляемся. Он берет два билета в амфитеатр, один из них дает мне, и первый проходит к своему месту, я следую за ним. Входя, я замечаю, что в дверях толпится народ, осматриваюсь и вижу, что все стоят. Я решаю, что легко мог бы затеряться в этой толпе или, по крайней мере, заставить господина Франкея подумать это. Выхожу, беру свою контрамарку и, получив за нее деньги, ухожу, не помышляя о том, что не успею я дойти до двери, все уже будут сидеть и господин Франкей отлично увидит, что меня нет. Ничто так не противоречит моему характеру, как это происшествие, и я отмечаю его, чтобы показать, что бывают минут какого-то бреда, когда не следует судить о человеке по его поступку. Собственно говоря, тут были украдены не деньги, а их употребление. Здесь было не столько воровство, сколько подлость. Я не покончил бы с этими подробностями, если бы захотел проследить все пути, по которым в годы моего ученичества спускался с высоты героизма к низости негодяя. Тем не менее, усваивая пороки своей среды, я был не в состоянии до конца примириться с ней. Мне были скучны развлечения товарищей, а когда чрезмерные притеснения отвратили меня и от работы, мне наскучило все. Ко мне вернулась склонность к чтению, давно уже мною утраченная. Чтение, которому я предавался в ущерб работе, стало новым преступлением и навлекло на меня новые наказания. Склонность эта раздраженная противодействием превратилась в страсть, а вскоре выступление. Известная Латребю, дававшая книги на прокат, снабжала меня ими и самыми разнообразными. Хорошие и плохие все шли в дело. Я совершенно не выбирал. Я читал все с одинаковой жадностью. Читал за рабочим столом, читал на ходу, когда меня посылали с поручением, читал в уборной, в самозабвении проводя там целые часы. Голова моя шла кругом от чтения, я только и делал, что читал. Хозяин подкарауливал меня, настигал, бил, отнимал книги, сколько их было разорвано, сожжено, выброшено за окно, сколько сочинений осталось у Латребю разрозненными. Когда мне нечем было платить, я отдавал ей в залог свои рубашки, галстуки, старые платья, трису, которые я получал по воскресеньям, регулярно приносились к ней. Вот, скажут, мне пригодились и деньги. Правда, но это произошло, когда чтение отбило у меня охоту ко всякой деятельности. Всецело предавшись своей новой страсти, я только и делал, что читал, и уже не воровал больше. Вот еще одна из моих характерных особенностей. В самый разгар какого-нибудь увлечения безделица отвлекает меня, изменяет мои привычки, привязывает, наконец, возбуждает во мне страсть. И тогда уже все забыто. Я думаю только о новом предмете, занимающем меня. Сердце мое билось. Так хотелось мне поскорее перелистать новую книгу, лежавшую у меня в кармане. Я вынимал ее, как только оставался один, и уже вовсе не стремился рыться в коморке хозяина. Мне даже трудно представить себе, чтобы я стал воровать, и в том случае, если б у меня появились страсти, требующие более крупных издержек. Живя только настоящим, я по самому складу своей натуры не мог бы прибегнуть к этому способу для устройства своих дел в будущем. Латрибю оказывала мне кредит, задатки были маленькие, и когда книга была у меня в кармане, я больше ни о чем не думал. Деньги, которые я получал обычным путем, тоже переходили в руки этой женщины. А когда она становилась настойчивой, у меня всегда под рукой были мои собственные пожитки. Воровать на всякий случай для этого надо быть слишком предусмотрительным, а воровать ради уплаты долга даже не представлялось соблазном. От брани, побоев, чтения украдкой и без разбора я сделался молчаливым и угрюмым. Рассудок мой начал мутиться, и я стал жить как настоящий бирюк. Однако, если пристрастие к чтению не уберегло меня от пошлых и безвкусных книг, то счастье уберегло от книг грязных и непристойных. Не то, чтобы латребю — женщина во всех отношениях очень покладистая — совестилась снабжать меня ими. Но для того, чтобы придать им большую цену, она называла их мне с таким таинственным видом, что именно поэтому я отказывался от них. Столько же из отвращения, сколько от стыда. И случай так благоприятствовал моему стыдливому характеру, что до тридцатилетнего возраста я ни разу не заглянул ни в одну из тех опасных книг, в которых прекрасная светская дама видит лишь то неудобство, что их можно читать только тайком. Менее чем в год я исчерпал скудную лавку латребю и тогда почувствовал весь ужас ничем не заполненного досуга. Я излечился от наклонностей свойственных шалуно ребенку, благодаря пристрастию к чтению и даже благодаря самому чтению, которое, хотя и шло без выбора и было часто плохим, все же пробудило в моем сердце чувства более благородные, чем те, что порождало в нем мое зависимое положение. Но я смотрел с отвращением на все, что было недоступно, чувствовал слишком недоступным все, что меня привлекало, и не видел ничего, что могло бы усладить мое сердце. Мои взволнованные чувства уже давно требовали удовлетворения, о котором я не имел даже понятия. И я был так далек от этого, как будто у меня не было пола. Уже возмужалый и чувственный я думал иногда о своих безумствах, но дальше их не видел ничего. В этих странных обстоятельствах мое беспокойное воображение избрало путь, который спас меня от самого себя и успокоил зарождавшуюся чувственность. Он заключался в том, чтобы переноситься в положения, которые заинтересовали меня в книгах, вспоминать, изменять прочитанное, приноравливать его к самому себе, превращаться в одно из действующих лиц, видеть себя в положениях, наиболее отвечающих моим вкусам, и тогда воображаемое состояние, в которое я, наконец, приходил, заставляло меня забывать о действительности, которой я был так недоволен. Любовь к воображаемым предметам и легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с этих пор навсегда. В дальнейшем не раз обнаружатся странные результаты этого умонастроения. С виду столь мизантропическое и мрачное, оно в действительности проистекает от слишком благожелательного, слишком любящего, слишком нежного сердца, которое за отсутствием существ, похожих на него, вынуждено питаться воображением. Пока достаточно отметить источник и первую причину той склонности, что изменило все мои страсти, сдерживало их при помощи их самих и вместе с тем всегда делало меня ленивым в осуществлении своих желаний именно потому, что они были слишком пламены. Так достиг я шестнадцати лет, беспокойный, недовольный всем и собой, без расположения к своему ремеслу, без развлечений, свойственных юности, снедаемый смутными желаниями, плача без причины, вздыхая неведомо отчего и нежно лелея свои химеры, ибо вокруг я не видел ничего равноценного им. По воскресеньям после проповеди товарищи приходили за мной и звали порезвиться с ними. Я с удовольствием скрылся бы от них, если б мог, но вовлеченный в игру играл с большей горячностью и заходил дальше всякого другого, так что меня трудно было утихомирить и сдержать. Таков был мой характер всегда. Во время прогулок за город я постоянно шел впереди всех и не думал о возвращении, если только другие не думали об этом за меня. Из-за этого я два раза попался. Городские ворота оказались запертыми, прежде чем я успел вернуться. Можно себе представить, как досталось мне на другой день. А во второй раз мне был обещан такой прием, если я опоздаю и в третий, что я решил больше не рисковать. Но этот третий раз, которого я так боялся, все-таки наступил. Моя бдительность была обманута одним проклятым капитаном по фамилии Минутоли, который, когда бывал в карауле, закрывал ворота всегда на полчаса раньше других. Я возвращался с двумя товарищами. В полумиле от города слышу вечернюю зорю, ускоряю шаг. Слышу, как бьют в барабан, пускаюсь бежать со всех ног. Прибегаю, запыхавшись, весь в поту. Мое сердце колотится. Издали вижу часовых, я бегу, кричу с давленным голосом, но слишком поздно. Мне оставалось еще сделать двадцать шагов, как подняли первый мост. Я содрогнулся, увидев в воздухе его ужасные рога, мрачное и роковое знамение неотвратимой судьбы, которую открывало передо мной это мгновение. В первом порыве горя я бросился на откос, кусая землю. Мои товарищи, смеясь над своим несчастьем, тотчас же приняли решение. Я тоже принял свое, но оно было иным. Тут же на месте я поклялся никогда больше не возвращаться к хозяину. И когда на следующий день, в час открытия ворот, мои товарищи вернулись в город, я простился с ними навсегда, прося их только предупредить потихоньку моего двоюродного брата Бернара о принятом мною решении и о месте, где он мог бы еще раз повидаться со мной. С тех пор, как я поступил в учение, я, живя отдельно от Бернара, виделся с ним реже. В течение некоторого времени мы с ним встречались по воскресеньям, но постепенно у каждого из нас появились свои интересы, и мы почти перестали встречаться. Я убежден, что его мать много содействовала этому. Он был мальчиком из верхнего квартала, а я жалкий подмастерье и всего-навсего мальчишка из Сен-Жерве. Густо населенный, преимущественно часовщиками, квартал Женевы в более низкой части города. Местная знать жила в верхней части. Мы не были равны, несмотря на родство, часто видеться со мной значило ронять себя. Однако связь между нами прекратилась не совсем. По природе он был добрый и малый, и, вопреки наставлению матери, следовал иногда своему сердцу. Узнав о моем решении, он прибежал не для того, чтобы разубедить меня или разделить мою участь, а чтобы облегчить положение беглеца небольшими подарками, так как с моими собственными средствами я не мог бы уйти далеко. Он подарил мне, между прочим, маленькую шпагу. Она мне страшно понравилась, и я не снимал ее до самого Турина, где только необходимость заставила меня с ней расстаться, и где я, как говорится, оплакал ее горькими слезами. В парижской рукописи этот эпизод отсутствует. Чем больше я размышляю о его поведении в ту решительную минуту, тем более убеждаюсь, что он следовал наставлениям своей матери, а быть может и отца, так как совершенно невозможно, чтобы, действуя по собственному почину, он не сделал никаких попыток удержать меня или не соблазнился мыслью последовать за мной. Но этого не было. Он скорее поддерживал меня в моем намерении уйти, чем отговаривал от него. Потом, увидев, что я окончательно решился, покинул меня без лишних слез. Мы никогда не писали друг другу и не виделись. Это жаль, он был добр по природе. Мы были созданы, чтобы любить друг друга. Прежде чем предоставить меня моей злополучной судьбе, пусть разрешат мне бросить взгляд на ту участь, которая естественно ожидала бы меня, попади я в руки лучшему хозяину. Ничто так не подходило к моему характеру и не могло сделать меня более счастливым, чем спокойное и скромное положение хорошего ремесленника, особенно такого, как, например, гравер в Женеве. Это занятие достаточно прибыльное, чтобы дать безбедное существование, но не настолько доходное, чтобы привести к богатству, ограничило бы мое честолюбие до конца жизни и давая мне заслуженный досуг для удовлетворения моих скромных потребностей удержало бы меня в моей среде, не давая никакой возможности ее покинуть. Обладая воображением достаточно богатым, чтобы украсить мечтами любое состояние, достаточно могущественным для того, чтобы переносить меня, так сказать, из одного состояния в другое, я не придавал бы значения тому, в каком нахожусь на самом деле. Между местом, в котором я находился бы, и любым воздушным замком, для меня не могло быть непреодолимого расстояния. Из одного этого следовало, что самое скромное положение, связанное с наименьшими беспокойствами и заботами, всего более оставлявшее ум свободным, подходило мне больше всего. Но как раз таким и было бы мое положение. В лоне своей религии, своей родины, своей семьи и друзей провел бы я жизнь мирную и тихую, вполне отвечающую моему характеру, сочетавшую в себе труд по вкусу и общество по сердцу. Я был бы хорошим христианином, хорошим гражданином, хорошим отцом семейства, хорошим другом, хорошим ремесленником, во всех отношениях хорошим человеком. Я любил бы свое ремесло, быть может прославил бы его и, прожив жизнь незаметную и простую, но ровную и тихую, спокойно умер бы на руках у своих близких. Скоро забытый, конечно, я был бы по крайней мере оплакиваем то время, пока меня помнили бы. Вместо этого какую картину я нарисую? Ах, не будем предвосхищать несчастье моей жизни, и без того слишком много буду я занимать читателей этой грустной темой. Я не но я не войну и в тихо